Где заработать всего за 30 секунд? Конечно, на Биномо! Зарегистрируйтесь и сразу получите 50 тысяч рублей на демо-счет! Только на Биномо вы можете зарабатывать даже без вложений! Почти моментальный вывод средств! Без депозитные бонусы и подарки, еженедельные турниры и денежные призы! Убедитесь сами прямо сейчас! Гриундик там есть, чемодан, ремдиго... Вот, смотри, конкретно этих ребят, ну, я не очень много слушал. Ну, только из них это, грубо говоря, Кастрюх. А если говорить про русский рэп, то, безусловно, это рыночные отношения, это старый контейнер, ну, до альбома «Основа», «Кровосток», ну, понимаешь, ну, вот, ну, все такое. Но чемодан разве как-то не вписывается тоже в эту серию? Они с контейнером раньше не пришли. А так, слушай, это просто как-то мимо меня, если честно, прошло. Я респектую это, типа, все очень круто, но... Ну, я именно, ну, не знаю, почему так вот получилось, то, что я слушал немного другое. Кстати, опять же, там, Гуф, Ака-47, раннее творчество, я тоже, типа, очень котирую. Ты знаешь, 2010 года. Да, я тоже слушал, когда в школе учился, типа, это Ака, это Ака. Я и сейчас могу погонять такие трекады. Раз вы заговорили про Хаски, чувак, не могу не спросить тебя по поводу ситуации, которая сейчас с ним творится, как вообще на это реагируешь, что скажешь по этому поводу? Это дико, это дико, все, что могу сказать. Ну, типа, я вообще не в политике, там, я не во всем этом, но... Я так и думал примерно, но не мог мне спросить. Ну да, но это дико, это дико. Лады, давай закончим на хорошей ноте про Хаски и послушаем 98 флоу. Давай. Погнали. Строки, по-моему, это же не сопрещено законом, типа, это адекватное, вполне, проявление. Не, ну есть, ну слушай, не, ну есть фристайл, типа, есть, когда я просто решил сделать в стильке, например, знаешь, Хатвига, стильке 6x9, типа, понимаешь, ну, типа, ну, и что. Ну, я не знаю, что меня теперь, камнями закидать, что ли. Я понял твою позицию. Кстати, сейчас хотят посадить Текаши, знаешь, эту тему? Ну да, я слышал. Ему там минимум 32 года грозит, что ли? Да, я слышал. Что думаешь в этом поводе? Как вообще относишься? Трей-а-уэй! Вот что я отношусь. Ну, блин, ну что я могу сказать? Ну, типа, может, это Текаши, Фри Текаши, Секс-Найн, да нет, это было сделано, это было сделано полгода назад. Ну, это, наверное, где-то. Ладно, чувак, погнали тогда к следующему эксперту, это тоже интересный эксперт, мне нравится. Так, это, стоп, подожди, это мама смотрит или как? Да, да, ты знаешь. Я это видел, я это видел. Ну, ей бы экспертности поднабраться. Ну, у нас народный экспертный чувак, понимаешь? Ну, там были просто не связанные какие-то репети, ну, при чем здесь? Да, я такие искал в комментариях. Я такие искал, вот, следующий эксперт. Респект им. Я понял, чувак, что это заблуждение очень распространенное, ну, не заблуждение, точнее, а вопрос про DJ Tape, так что тоже можешь как-то всем рассказать, ну, что такое DJ Tape? Какой процент деятельности он сейчас, на данный момент занимает в твоем творчестве? В моем творчестве? Ну, типа, слушай, ну, в моем творчестве есть сейчас DJ Tape и Big Baby Tape. Там еще где-то далеко виднеется Tape Love Layer, автотюновый чел, но про него это все позже. Сейчас это все еще окутано небольшой тайной. Ну, DJ Tape это я, типа, как и Big Baby Tape, ну, и все. Ну, просто, я, ну, прикольно разделять, знаешь, типа, именно продюсинг и рэп. Просто многие не знают и спрашивают, типа, что за DJ Tape, поэтому я хотел вот этого эксперта подключить, чтобы он... Ну, типа, ну, слушай, ну, я делаю музыку уже, сколько, 7, где-то, или 8 год. Ну, и у меня было очень много разных хальтер-эго и проектов, шаришь. И, типа, если бы я бы держал один никнейм, то это как-то странно. Ну, типа, я разделяю все, понимаешь? Про твою битмейкерскую деятельность много тоже вопросов прилетало. Типа, на кого ты равнялся, когда начинал, кто тебя вдохновлял, вот, влияние Мэдлиба, МФ Дума чувствуется. Да. Расскажи немного про это и тогда, кто тебя вдохновлял, и кого ты можешь сейчас из современных битмарей отметить. Смотри, ну, я, как уже ранее сказал, я занимаюсь продюсингом уже лет 7. И, ну, в разные времена меня вдохновляли разные чуваки, потому что, ну, типа, я делал разные стили, знаешь, разные жанры. То есть, если в 2013 году я слушал Мэдлиба и МФ Дума и делал такие биточки, типа, в их стильке, то потом, например, в 2015 году я делал Мэмфис и Фонг, и меня там вдохновляли, там, знаешь, Диджей Пол, Диджей Саунд и все такое. А в 2014-м тоже более позднем я делал, там, например, Джангл, и меня уже совершенно другие люди. Или там Футворк, там, Диджей Рашад, Тек Лайф. Понимаешь, ну, это можно бесконечно рассказывать. Вот, но я как-то о своих старых проектах пока не говорю, я их не называю, не озвучиваю и особо не палю. Но, возможно, возможно, когда-нибудь мне захочется этим подбиться с людьми. Потому что у меня действительно очень много материала есть. Типа, там, реально, альбомами лежит, знаешь, типа, там, альбом Джангла, альбом Футворка целый. То есть, все готовое уже? Ну, да, это, типа, уже годичными, ну, там, пару лет назад было сделано что-то. Все тогда, и причем это на хорошем все уровне, то есть, это ляп-ляп. И ты хранишь это на потом, просто раздумываешь, да, пока что с этим делаешь? Нет, ну, я не раздумываю, я просто это сделал, и все. Окей. Из русских ты никого не назвал, есть какие-то русские битмари, которые можешь отметить? Ну, слушай, ну, много кого, но я прям так всех и не вспомню. Ну, типа, ну, вот кто вот есть на релизе Dragonborn, ну, собственно, тех я и отмечаю, из России. Понимаешь? Мэр. White Punk, там, Meep. Ну, я понял, короче, очевидные кореша. Ну, типа, да. Ты вот начал говорить про Tape Love Flare, правильно, да? Все верно, Tape Love Flare. Ты хочешь немного об этом рассказать подробно? Потому что вопросов про это много приходило. Ну, то есть, что это? Будет ли какой-то релиз? Или ты показывал по зависимости от тайны? Возможно, будет релиз, возможно, не будет релиз. Я не знаю, посмотрим. Но, как бы, я когда начинал Big Baby Tape проект, это вообще был как Стёп все. Я не ставил никаких ставок, и это не было какое-то, знаешь, мы не сидели там командой, ага, чтобы кого-то впечатлить, нужно там сделать, что-то такое. Это все Стёп был, типа, реально. И в один момент просто этот Стёп перешел какую-то границу, и это начали, типа, вценивать люди. А Tape Love Flare это что-то более, знаешь, что-то такое более спокойное, автотюновое. Но при этом это тоже зарождалось как какой-то Стёп, типа, знаешь, просто попробуй себя в этом жанре. Нет, Tape Love Flare, я хотел это все развивать до, ну, я хотел учиться именно работать с автотюном, и чтобы это был хороший продукт, понимаешь, который, ну, западного уровня, понимаешь, чтобы я мог прийти реально на запад и просто показать им это, у них бы отвисло челюсть. Да, я тебя понял. Это так было. То есть ты круто делаешь, ты берешь разные интересующие себя сегменты и чисто пробуешь себя. Да, да, прокачиваешь скиллы. Сава. Давай в продолжение нашего разговора про DJ Tape, включим Хакаги трек, который сделал DJ Tape. Ди-ди-ди-Ди-Диджей Tape. И вернемся буквально через несколько минут. Ту-ту-ту. Ту-ту. Новый драк на Studio 21. К игре Elder Scrolls, да? Пути все верно. Почему именно в честь этой игры? Да, ну, смотри, совпало много факторов. Я родился в год дракона. 2000-й год. И как-то типа мне... Я тогда играл в Skyrim на момент, когда я придумывал альбом. Ну и, блин, Dragonborn. Я родился в год дракона. Все связанное такое. У меня были трэчки уже там, Бэнс Гангвани, Хакаги. И они такие, ну, с восточными мотивами. Но я подумал, типа, драконы, почему бы и нет. Вот. Ну и в этом еще, собственно. Кстати, еще вспомнил вопрос. Мне задавали лично. У тебя альбом вышел 16-го, по-моему, числа. Или... Ну, короче, он вышел в ту же дату, когда вышел альбом у MF Doom. Мне спросили... Серьезно? Да, передали спросить. Это отсылка или это случайная вышла? Это случайность. Я только что это узнал, но... Так часто бывает, когда кто-то находит смысл, который ты не вкладывал, а он, в принципе, подходит. Да, да. Shoutout Doom. Мой любимый рейк. Еще если про игры, играл во что-то новое, во что играл в этом году, точнее, там, например, хайп вокруг Red Dead Redemption. Успел поиграть? Купил я его, короче. Установил, начал играть. Играл, играл что-то пару дней. Потом открыл Майнкрафт и прошел Майнкрафт. А Майнкрафт можно пройти? Я просто не... Не, ну там есть как бы... Ну, грубо говоря, там убил последнего, там, Эндер Дракон. Окей. Вот, ну и как-то... Короче, Red Dead Redemption что-то мне не очень зашло. Я не выкупил, типа, саус. Блин, я еще не успел поиграть. Возможно, я вот сейчас еще попробую поиграть, но как-то немного нудно, мне показалось. Ну, конечно, красиво все, многие там фишки вот эти классные, то, что там кушать готовить надо, охотиться там, кого-то пробовать. Ну да, это все видели как раз по видосикам. Пробка на килограмм. Ну, смотри, вопросы из интернета дальше, и, соответственно, очень много вопросов про парня по имени Фараон. Короче, по твоему совместному треку, во-первых, типа, как он получился, будут ли еще треки? Ну, что тут можно сказать? Сквад! Отличный ответ, я понял, типа, как ты обозначаешь вопросы, которые не хочешь отвечать. И тогда, может быть, ты скажешь «Схват» еще раз, когда я спрошу, что за видос, где ты танцуешь на съемках клипа там с Фараоном, и я не хочу отношений, или что-то такое, все кричат. Да нет, ну, типа, ну, просто, типа, Фара... Мне звонит Вайт Панк такой, слушай, мы снимаем клип, погнали сниматься в клипе. Ну, я такой, ну, базара нет, давай. Ну, все, приехал и подэйсил, немного раздал стилька. Понятно. Стандартная ситуация. Тогда у тебя будет скоро тур Dragonborn. Будут какие-то сюрпризы для слушателей, типа, будут стандартные концерты, где ты читаешь рэпчик, или ты что-нибудь задумал там особенное, необычное? Сальто. Научусь за пару дней до тура делать. Ну, да я думаю, музыка, это самое важное, и все раскачаются и так, а уже... Все. Сквад! Еще очень много вопросов, чел, про... Ну, короче, да, вот, все. Про Benzegang, типа, расскажи... Сквад! Чуть больше, типа... Сквад! И все? Серьезно? А гэнг? Сквад! Где Dimeback? Dimeback вышел? Dimeback вышел. И чего его нет на альбоме, типа? Ну, Dimeback решает свои личные вопросы какие-то. Ну, типа, по жизни, так сказать. Shoutout Dimeback. Ну, будут какие-то релизы Benzegang, что-нибудь такое? Ну, я думаю, то, что будут. Вот. Ну, я просто... Я не очень люблю говорить, знаешь, о каких-то таких вот... Тонких вещах. Давайте лучше покричимся «Сквад». Давай. Раз, два, три! Сквад! Все, все крикнули «Сквад». Отлично. У нас был в гостях молодой гад Big Baby Tape. Можешь, чувак, теперь... У тебя есть немного... Минутка, даже 20 секунд, чтобы раздать шат-аут и попрощаться со всеми. И рассказать, где тебя искать в ближайшее время. Шат-аут всем. Ищите меня в трэпе и в туре. Все. Респект моей команде. Шат-аут Махоуни. Шат-аут Депо. Шат-аут Даха. Шат-аут моим родителям. Шат-аут моим друзьям. Всем. Это был Big Baby Tape. Бич. Бум-бум. Ту-ту-ту. Вера. Даня Гуськов. Респект. «Сквад». Новый трек на Студию 21. 21. Не.